Всем привет, с вами Ванок и сегодня у меня для вас довольно интересный видеоролик, в котором мы поговорим о голосовом управлении нашими войсками. И если вы сейчас наблюдаете верхней части экрана, вот такие вот довольно своеобразные субтитры, которые на самом деле не являются в прямом понимании субтитрами. Ребята, немножечко я зафейлил в данном видеоролике, так как моя программа для видеозаписи фиксирует именно окно самой игры и все оверлей не снимает, то получилось так, что вот эти самые вечные субтитры, о которых я говорил, они просто не записались. И поэтому где-то подальше в этом ролике я буду говорить, ссылаться на вот эти самые субтитры, как они распознают, как они синхронизируются и прочее, но при этом вы их видеть не будете, поэтому я решил записать небольшую такую вставочку, чтобы просто показать, как они по факту выглядят, как они синхронизируются с моей речью. Тут как раз вот то, что вверху вы наблюдаете, это и есть вот эти самые субтитры, и по скорости их появления, по синхронизации их с моей речью, вы можете, в принципе, понять, что, в принципе, довольно неплохо они отрабатываются, где-то, может быть, немножко подтормаживают, но в целом они примерно соответствуют моей речи, вот прямо за ней, можно сказать, гонятся, ну, то есть, чтобы просто вы понимали. Ну и заодно вы просто можете сейчас наглядно увидеть качество распознавания, то есть, отдельные слова, конечно, там он как дядя собака распознает, как там до этого было, как Казань, но это, опять же, зависит от качества вашей дикции, от того, как вы будете четко все говорить, и если вы будете все говорить более-менее четко, то, в принципе, вы можете увидеть, что программа то, что вы говорите, то она и пишет. Это следы программы, о которой я вам сегодня как раз-таки буду рассказывать. Ну и давайте обо всем поговорим по порядку. Некоторое время назад в своем видеоролике касательно модификации для баннелорда я рассказал о программе под названием Voice Attack, которая позволяет вам отдавать команды голосом, и, в принципе, к ней был привязан даже не мод для игры, а просто набор пресетов этих самых команд, которые позволяют связать эту программу с баннелордом и с помощью этого наслаждаться возможностью кричать на своих юнитов, и они будут вам повиноваться. Ну, у этой программы было несколько очень таких серьезных недостатков, и главный из этих недостатков связан с тем, что она, эта самая программа, основывается на встроенном Windows в голосовом движке, а этот движок, в свою очередь, имеет ряд ограничений. Ну, во-первых, он не работает на русскоязычной версии Windows, то есть речь здесь не о том, что имеются ли у вас именно настройки клавиатуры, то есть возможность переключаться с русского на английский и обратно. Нет, это именно язык системы, это даже чуть больше, это именно локализация, это регион, который вы задали при установке, настройке, и этот самый регион, он влияет на многое. Он, допустим, влияет в том числе на то, что если у вас стоит на английский регион, то Steam будет считать, что вы находитесь в Англии, и, допустим, в том числе, он может сказать вам, что у вас тут есть игры, которые активированы для СНГ, так что иди-ка ты нафиг, ты сейчас в Англии, ты в эти игры играть не можешь, но это частный случай. А как общий случай, ну, это то, что вам придется через довольно хитрые настройки все это дело поменять, переключить, включить английский полностью интерфейс, там игра еще чего-то донастроит, точнее, не игра, а операционной системы, и после этого только заработает вот этот самый встроенный языковой движок, который при этом при всем еще и не самый оптимальный, не самый лучший, есть у него свои нюансы, он не лучшим образом распознает, ну, и что самое главное, он в любом случае распознает тонко английский язык. И если, допустим, у вас мало того, что, допустим, не очень хорошая дикция, так при этом у вас еще и с акцентом проблема, то на самом деле, на мой взгляд, довольно сложно будет эту программу привязать к вашей речи, к вашему голосу, ну, и в любом случае придется говорить строго на английском, потому что на русском эта программа понимать не умеет, ну, иначе в противном случае просто бы не нужно было вот эти самые непонятные телодвижения производить. Ну, в общем, мелкомягкие в своем репертуаре, и сделав вот вроде бы прикольное веще, они в итоге ее в плане настройки, в плане ее работоспособности довели до полного идиотизма. Но дело в том, что в комментариях к как раз вот тому видеоролику упомянутому, где я рассказал про моды, мне подсказали о том, что есть, оказывается, аналог, который работает без всех вот этих лишних телодвижений, просто ставите небольшую программку, и она в дальнейшем работает. Собственно, про нее я вам и хочу сегодня рассказать. Программа называется... Латис. Программа как называется? Опа. Программа решила про себя ответить. Видимо, откуда-то подцепила она вот эту самую команду голосовой, я же даже немножко испугался. Так вот, фишка в том, что эта программа, она весит буквально там всего ничего, скачивается там один мегабайт, распаковывается там чуть больше, и она использует не стройный Windows-движок, она использует движок от Яндекса или Гугла. Там, на самом деле, еще есть какие-то, я их уже не тестировал, мне, в принципе, хватает и Яндекса или Гугла, потому что у них есть свободно открытые API, которые разработчики могут использовать, и вот эти голосовые движки, они являются сетевыми. То есть, единственное важное ограничение вообще ко всему, что здесь нужно запомнить, это то, что программа не будет работать, если у вас нет подключения к интернету. То есть, она сверяется с интернетом, по сути, вашу команду она записывает, передает в Гугл или Яндекс, в зависимости от того, что вы выберете. Там эта команда опробуется, как-то не попробуется, обрабатывается, вот, и после обработки выдается назад в виде опленного кода, который уже будет, это самый код, смотрите, есть ли такая команда, если есть, то, что к этой команде привязано. Привязать команде можно многое, вплоть до каких-то там специфичных действий, что-то там открыть, что-то там запустить, но в нашем случае важно что? В нашем случае важны нажатия на клавиатуру, потому что нажатие на клавиатуру, это самое важное, потому что именно через нажатие на клавиатуру у нас происходит управление юнитами в игре. Так как программа не умеет напрямую работать с баннеллордом, то есть она не умеет прямую ему говорить, что нужно сделать, она, само собой, работает последовательным способом, то есть просто вы что-то там говорите, к этой команде привязывается нажатие на клавиатуре, причем не обязательно одно, там может быть серия нажатий на несколько кнопок последовательно. И после этого, когда уже эти команды произвучали, программа их интерпретировала нажатием на клавиатуру, кнопка нажалась, и, соответственно, в игре произошла нужная команда, привязанная к соответствующим нажатиям на клавиатуре. То есть, допустим, вы говорите, там, пехоте бежать вперед атаковать, пехота, нажимается кнопочка, соответственно, F1, F3, пехота бежит. Вот. В принципе, все довольно интересно, все довольно работоспособно. В плане задержки, что, в принципе, наверное, разумный вопрос, в плане того, когда я сказал, что эта программа работает через интернет, через встроенный Google, Янекс.Ип, ну, в принципе, вы уже можете смотреть в плане появления субтитров, так как я уже сказал, что это именно субтитры, которые эта программа выводит на экран. И, судя по задержке, которая происходит, ну, на самом деле, адрес минимальная, и это все довольно быстро обрабатывается. И я думаю, что вопросов у вас два дня тут не должно. Это не тот случай, когда вам нужна прям моментальная отзывчивость, там, допустим, атаковать, защищаться вовремя. Здесь, в принципе, задержка небольшая, вполне себе терпима. Вот. Поэтому, ну, в принципе, единственная проблема, которая у вас может возникнуть, ну, помимо того, что у вас интернет кривой плохой, это если, допустим, сервера будет перегружена, или, допустим, временно именно вот этот сервис не будет доступен, ну, тогда да, тогда проблема. Здесь можно переключаться между Янасом и Гуглом, и наперед скажу, что мне Гугл понравился больше, он лучше распознает. Вот я пробовал и то, и другое, так вот, мою речь, я, опять же говорю, не самый лучший диктор, но если все-таки некие такие маленькие, может быть, несущественные, но дефектики, особенно когда я устаю, я начинаю мямлять и проглатывать слова, ну, даже вот с моим таким подходом, в принципе, оба языка, оба сервиса, оба IP более-менее правильно распознают, но Гугл лучше. Вот. В принципе, с другой стороны, я думаю, что если вы не будете там, вот как я сейчас, кучу слов накидывать, воды лить, а просто будете строго отдельно команды раздавать, то, наверное, проблем возникнуть не должно, потому что отдельно дать команду стоять, идти, бежать, ну, это, в принципе, довольно легко стоять, он, кстати, там уже одну команду распознал. Вот. Ну, в общем, вводная я вам часть дал, немножко долго, но это нужно для объяснения, потому что реально это все очень хитро работает, и чтобы понимать вообще, к чему это все идет и как это запустить, вы должны понимать принцип работы и что от этой системы ждать. Итак, дальше следующий момент, это, в принципе, мы поговорим о настройке этой программы чуть позже во второй части видеоролика, но перед настройкой, перед показом, что нужно важно отметить, что команды все эти вы должны сдавать сами, то есть вы должны запускать специальный конфигуратор, он, кстати говоря, не очень удобен, и мне вот это единственное, что в этой программе не понравилось, там есть косяки, вот, запустить конфигуратор и лично сделать привязки. Но у этой программы есть специальное такое, как это назвать-то, окно разделов с пользовательскими конфигами. Эти он даже это слово пользовательские распознал, хотя я сказал, очень сложные его, но ведь вы можете понимать качество распознавания. Так вот, в этих конфигах уже есть Bundle Lord, уже несколько конфигов, и я создал еще свой третий на данный момент записи данного видеоролика, то есть у вас есть возможность с выбором, вы можете запустить, скачать мой, опять же покажу как, или запустить чужой, то есть это все будет в свободном доступе, либо же создать собственное, или же настроить чужой, то есть здесь все настраивается, все здесь конфигурируется, и здесь нет никаких проблем в том, что если вам что-то не нравится, ненужные функции удалить из даже чужого конфига и использовать свои. Вот, ну что ж, поехали, и давайте посмотрим, как это все работает. Сразу оговорюсь, возможно, будут неполадки, косяки, я еще не все идеально протестировал, плюс, чтобы отдавать команды, нужно вот свой вот этот поток речи временно мне приостанавливать, и давать команду, иначе программа не поймет, потому что она, видите, то, что я говорю беспрерывно, она все, по сути, в одну команду записывает. Итак, ну давайте, допустим, общие команды, начнем мы с каких-то базовых. Это базовые команды, которые задаются одним словом, и также, в принципе, одним словом можно задавать, допустим, какие-то действия в бою, например, пехота сюда стоп атаковать атака да, на сайте атаковать слово тоже добавить, я почему-то ее забыл добавить. пехота стоп сюда лучники не стрелять не стрелять ага, вот, кстати, косяк стоп у меня был, по-моему, я где-то уже это выносил, почему-то я ведь это неправильно настроил, в итоге они вместо того, чтобы выполнять команду не стрелять, они бегут куда-то вперед, но это, видимо, надо просто там посмотреть в конфиге, что какую-то я кнопочку просто не ту вбил, но это все подправится потом. кавалерия спешатся оседлать прикол данной программы, сразу же еще даю уточнение, заключается в том, что вы можете несколько синонимов на одну команду вбить, то есть, допустим, вы можете дать команду оседлать спешиться на коней и прочее именно в рамках одной команды, которая является в игре отображением вот этой нажатия F1 и дальше там не, даже не F1, даже без F1 просто сразу же маунт. кстати говоря, вот, наверное, именно команда не стрелять, не работает, потому что я там, по-моему, сначала F1 дал, потом уже F4, а надо сразу F4. ну ладно, это не проблема. То есть, вы можете на разное действие, один синоним, причем, допустим, когда, допустим, не стрелять или стрелять, это, по сути, одна кнопка. и действие зависит от того, что в каком статусе сейчас находятся лучники. Допустим, вы можете помнить, что вы до этого дали команду не стрелять и говорить стрелять, и тогда они начнут стрелять. или же вы не помните, что сейчас за команда, и вы просто говорите, стрелять там или не стрелять, и вообще без разницы, и просто смотрите на совершаемую команду, и дальше там уже реагируете. синонимы реально помогают, плюс, допустим, атаковать в бой, жахать их там, не знаю, еще какие-то можно слова придумать тоже, какие вам удобнее говорить, какие вам запоминаются лучше. или же, допустим, вы не хотите запоминать, а примерно помните, допустим, что атака, это вот атака, допустим, кавалерия, атака, в бой, в бой, в бой, в бой, что там еще у меня-то было, что-то еще там было, но уже не помню. ну, то есть, смотрите, допустим, в бой, атаковать, это все одна и та же команда, и, в принципе, какая разница. Единственное, что, все, все, сюда. Единственное, что, в этой, видите, сейчас в битве не все команды работают правильно, потому что это даже не штурм, это получается вообще тип карты, это виллдж. Вот, почему я здесь нам их не знаю, но, как бы, на этой карте, в чем прикол есть, на этой карте, в отличие от просто штурма, есть кавалерия, то есть, на обычном штурме кавалерию отключили, но, при этом, в отличие от обычного боя, здесь противник на тебя сразу не бежит, поэтому можно с волей постоять, все команды, которые ты хочешь показать зрителю, то есть, вам, и вас никто там не будет напрягать, то есть, я именно это выбрал режим, но, при этом, здесь, видите, не всегда все команды работают правильно, но это именно сама игра ключа. Так, ну, кстати, видите, они начали меня тут, это, спотыкаться. Пехота, сюда, сюда, вот, а теперь давайте посмотрим на более продвинутые команды, потому что это не единственное, что мы, как этому программу можно использовать, смотрите. Кавалерия сюда, лучники сюда, конные лучники сюда, это уже команды комплексные, по сути, та же команда, то есть, здесь я ничего дополнительного не делал, просто я в качестве кодового слова выбрал не просто сюда, а именно лучники сюда, и программа понимает, что, когда я говорю лучники сюда, нужно совершить не просто действие, просто нажать кнопочку F1, F, что там, ну, неважно, F1, 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 вот, а сначала выбрать нужную группу сразу же, не в зависимости от того, которая была выбрана до этого, то есть, нажать сначала, допустим, 2, выбрать лучников, и нажать F1, F1. Вот, по сути, это аналог этой же действия, только уже делается это все именно в рамках одной программы. Все. Все. Стоп. Стоите на месте, хватит топтаться. Вот, я не на все команды сделал именно вот это продвинутые, то есть, часть из этих команд реализовывается только за счет именно отдельных команд. Допустим, допустим, вперед, по-моему, это вот как раз двигаться, когда все начнут двигаться вперед. Все. 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 Вперед. Вперед. А, вперед. Вперед. Да, вот она усилена вперед, надо было это, мне и в команде давать именно вперед через Йо, это, кстати, тоже не наработочка. Назад. Да, вот это начинает отступать. Все, стоп. А, допустим, для всех можно сказать, стоп, но это, опять же, можно настраивать, это все уже нюансы. То есть, в этом плане, просто не все команды я реализовал, какие можно, но, как бы, не все их обязательно и делать. То есть, кстати, вот интересно, все. 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 Все, она не любит команду, надо четко произносить. Не стрелять. Нет. Стоп. Стоп. Вот, реально, я почему-то надо на это, почему-то это на Advanced, точнее, на эту, я не так вообще поставил. Видимо, надо будет пройти, посмотреть. Я там, скорее всего, опять же, через F1 сделал, надо просто F4, тогда они не будут стрелять. Вот. Ну, в принципе, как видите, довольно интересно. Это работает дело, и команда можно давать, команда работает. То есть, можно там в атаку пускать, можно что-то там еще делать. То есть, довольно интересная вещь. Плюс, можно, я еще сделал настройку в формации. Сейчас я вам покажу. Пехота. Так, пехоту сюда. Можно же, купликс надо давать. Вот. Пехота. Сейчас мы выделим просто отряд. Стена щитов. Стена щитов. Круг. Колонна. Пехота сюда. Ну, видите, тут они очень плохо именно командой себя выполняют. Поэтому, получается, немножко заглючивает все это дело. Кавалерия. Клин. 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 Так. Так. Ну, сделали, да? Только, опять же, пехота-атака. Ой. Кавалерия-атака. Кавалерия-атака. То есть, видите, начинают заговариваться, они начинают глючить. Так. Ну да, они здесь просто в этой сейчас не будут режиме делаться. Давайте мы сейчас немножко выйдем. Сейчас я просто вам покажу, как это в бою нормальном работает. Потому что, действительно, здесь немножко все заглючило. Это проблема именно этого режима. Допустим, много ставить не будем. Допустим, как-то так. Бэтл, Командер. Поехали. И, кстати, сейчас еще один прикол вам покажу. Он работает отдельно. Как он работает? Значит так. Пехота. Стена щитов. Лучники. Сюда. Кавалерия. За мной. Конные лучники. Атака. Пехота. Атака. Так. Ну и, естественно, я пошел сразу геймпад мой грибировать, который я забыл отключить. Самое главное не забывать отключить геймпад, да? Ну и, в общем, примерно так. Кавалерия. Атака. Лучники. Атака. Пехота. Стоп. Ну вот, как бы, вот таким вот нехитрым образом можно довольно интересно, на самом деле, настраивать все это дело. И в бою, в принципе, если приноровиться, если правильно все говорить, я сейчас говорю, видите, все-таки есть неправильное срабатывание. Но если приноровиться, то очень даже интересно командовать. Единственное, что, конечно, здесь не все можно сделать. И, наверное, при всем желании, допустим, вот такую, допустим, вещь сделать вот именно растягивание юнитов довольно-таки сложно. Вот. Зато, смотрите, я какой прикол сделал. Можно, например, сказать, открыть меню. Да? А теперь сказать... Отмена. Опа! Вышло! И еще один прикольный момент, который сделал не для командования, а именно управления игрой. Смотрите, сейчас скажу. Блокировать. И мой персонаж поставил блок, причем я сам в этот момент не удерживаю правую кнопку мыши. То есть сама программа эмулирует удержание ТТ за правой кнопки мыши. Сделано для того, чтобы, по сути, мне, допустим, когда в бою ты чем-то там занимаешься делами, но не битвы, чтобы хоть как-то персонаж был твой защищен. Все сюда. Все сюда. Надо еще запомнить, что там надо настроить эту самую команду на... Как раз-таки не стрелять, потому что иначе она, видите, глючит. Вот. И сейчас мой персонаж до сих пор удерживает, а чтобы отменить, это нужно... Отмена блока. Отменить блок. Не блокировать. О, вспомнил, блин. Надо синоним поставить отмену блока, потому что реально это не запоминает. То есть, в принципе, конечно, я здесь не самый крутой бой сделал. То есть, там, простите, бот наш вообще стоит, это, в кругу, он в обороне. Но как бы работает. Кстати, вот это надо посмотреть. Кавалерия. Круг. Ну-ка, как вы построитесь? Нормально сейчас построитесь? Или все равно все в кучу? Что-то они там не идут. Пехота. Колонна. Пехота сюда. Пехота сюда. Ну, да, все равно мне что-то это подлючивает. Но как бы фиг с ним, на самом деле. Потому что главная задача уже выполнена. То есть, голосовое управление есть. Голосовое управление работает на русском. И это, на самом деле, очень важная деталь, очень важное дополнение. В общем, с игрой закругляемся. Сейчас уже перейдем в программу. Я покажу, что и как работает. Кстати, забегая вперед, могу сказать, что даже тут атаку можно сделать. То есть, команду атакой, чтобы ваш персонаж атаковал. Но, так как здесь уже важна задержка, то понятное дело, что здесь уже на атаку, конечно, будет все не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому здесь уже будет, так сказать, атаку все-таки лучше делать самому. Кстати, построили, смотрите, круг нормальный. Итак, а вот обещанный интерфейс этой самой программы под названием Laitis. Кстати, я неправильно говорил не Laitis, а Laitis. Поэтому, собственно, может она и поэтому неправильно ее и читала, переводила. Laitis. Да, вот так сейчас она правильно ее произносит. То есть, еще и важные правильные слова сами все говорят, иначе там получился какие-то Laitis, чуть ли не Laitis. Вот, кстати, поправил я вот эти самые команды насчет не стрелять. То есть, действительно, я там F1 нажимал, но это так, так сказать, в порядке бреда. Итак, интерфейс программы. Что мы здесь видим? Во-первых, мы видим стартовый экран, где как раз представлены различные настройки для конкретных действий. То есть, видите, есть Discord можно скачать, и Gmail скачать. Калькулятор можно уже по умолчанию доступно управлять. То есть, здесь куча вещей, которые можно дополнительно скачивать. И есть поиск. И вот, допустим, вбиваем мы в поиск banner lord. И вот эти два конфига, которые уже есть, которые, собственно, выложили другие пользователи. И мы сейчас посмотрим на конфиг, который создал я. Но, в принципе, можно уже и даже без этого обходиться, потому что два конфига уже есть. Тут, единственное, что. Команды. В принципе, довольно много команд, на самом деле, дано. Вот. Как бы не скажу, что там какой-то вот этот хуже, какой-то лучше. Я просто создал свой. Мне вот как мне удобней. То есть, мне проще было самому создать, чем пользоваться. Вот. И программа, что важно, кстати говоря. Видите, тут сейчас у меня отключено выполнение команд. Команд, это очень важная вещь, потому что, если ее не отжимать, то программа будет еще и пытаться какие-то команды выполнять, как у меня получилось. Там, видите, там, что-то голосом сказала. Вот. И самое важное, настройки. Настройки у нас здесь как раз в этой закладке доступны. Как видите, тут есть у нас Google, Яндекс, Bing. Но при этом требуется регистрация для Bing. А Яндекс и Google не требуется регистрация. И Windows, типа, установка плохого качества. Ну, в принципе, это стандартно. И плюс это будет работать криво именно на русскоязычной Винде. Потому что это стандартно встроенный Windows-движок. Поэтому выбираете либо Google, либо Яндекс. Оба хорошее качество, оба бесплатные, оба не требуют регистрации. Видите, Яндекс, Windows 8, Google. Там, видите, даже пишет, что вообще даже на XP, видимо, можно запускать. Плюс оба поддерживают русский язык. Видимо, что Google почему-то... А, ну Яндекс, видимо, только русский язык поддерживает. Кстати, возможно, в этом еще есть нюанс. И здесь еще есть сервис произношения текста. То есть вы еще можете требовать от этой самой программки, чтобы она что-то там говорила по-русски или по-английски. То есть то, что вы говорите, она проговаривала. То есть эта программа, можно ее использовать не только для вот... Тупо, как я в Боналорде вбил именно команд. Здесь спектр, на самом деле, использовали гораздо выше. То есть здесь можно просто надиктовать в текстовом редакторе какие-то слова. Здесь можно что-то запускать. Можно какие-то даже чуть ли не движения мышкой делать. Но тут уже надо разбираться, общаться. Я не знаю, что такое, но тоже что-то там такое интересное. Ну то есть программка при ее маленьком размере выполняет очень огромный большой функционал. И очень она удобна. Плюс, видите, тут есть уже готовые пресеты для многих вещей. То есть, что у нас сейчас популярно. Ну давайте ради интереса попробуем вбить Фортнит. Фортнит есть. Ну про Фортнайт, точнее, вот произносятся они, как я Фортнит бил. Точно, видимо, World of Tanks есть. World of... World of Tanks. То есть не знаю, конечно, как это будет удобно использоваться в рамках боя. Потому что, опять же говорю, есть небольшая все-таки задержка. Но как бы можно так поприкалываться. Вот. Ну и перейдем, собственно, к нашим командам. Что здесь и как. Это уже и меня уже доступно. И вот Боналорд, то, что создал я. Вот мой список команд. Вот то, что я тут уже наговорил, делал. И как это все работает. То есть я создаю новую команду. Ну, начало, точнее, я создаю новую коллекцию, собственно. Это вот называется Боналорд. Я еще потом ее... Каким-то образом надо будет ее вам расшарить. Вот она. Ну, допустим, мы создаем новую коллекцию, чтобы стандартную не ломать. И, допустим, что мы здесь делаем. Допустим, нажать сочетание клавиш. Сочетание клавиш, допустим, F1, F2, F3, F4. Сочетание какие-то там. Ctrl-G и прочее. Здесь много их есть. Допустим, Enter нажать нам нужно, чтобы на команду. И, допустим, говорим. Или, допустим, не Enter, а, допустим, Ctrl-Copy. Мы жмем, допустим, вот. Сочетание клавиш, Ctrl-Copy. И говорим, копировать. Вот. И это значит, что у нас будет команда на копирование. И, соответственно, сохраняем. И вот у нас есть команда копировать. Естественно, что здесь по умолчанию сохранилось, что это работает только в Launcher. Именно в Mountain Blade. Я специально сделал, чтобы она для других, случайно, программ не срабатывала. Но можно это отменить. Даже, наверное, как-то это по-другому делать. Нужно там вот это условие вообще убрать из-за активной программы. Или как-то так. И можно, по-моему, это делать команду вообще. Без, ну, по умолчанию. Или, допустим, нажать кнопку мыши. Мы можем левая кнопка мыши, правая, средняя. Несколько раз нажать. Или же не нажать просто, а зажать, отжать. Длинное нажатие. То есть это тоже, как я симулировал блок. Это нажал зажать, правая кнопка мыши. И, соответственно, на команду вот эту, как кажется, написал блок. И у меня это дело все сохранилось. И в итоге работал. То есть это все настраивается. Это все редактируется. Это все довольно-таки интересно. Но нужно, конечно, следить за, как я сказал, за то, что вы все правильно назначили. Иначе может какие-то проблемы быть. Здесь еще, видите, есть какие-то клики. Открыть ссылку. То есть это все тоже можно как-то настроить. Но я так далеко не заморачивался. Мне это пока что не нужно было. То, что для программы нужно. Вот я настроил. Вот он, Bonalord. Вот они команды. Допустим, что я там хотел сделать. Вот это я уже, по-моему, подправил. То, что не стрелять. Допустим. Не блокировать. Отпустить блок. Нет, это не это я хотел сделать. Он здесь не сохранилось. Да, не сохранилось. Ну, в смысле, не сбилось. Так, отменить. Отмена. Что-то я там видел. Какой-то у меня через Yota было, да? Трансфер, группа. А что я там на Yota? Отмена. Что-то там у меня было на Yota. Короче, он мне усиленно... А, трансфер. Нет, не то. Ну, не суть важна. Короче, надо будет о том вспомнить. Это то, что я в видео говорил. Сможешь даже это посмотреть. В общем, здесь много чего есть. И понятное дело, что здесь еще можно что-то дополнительно ввести. Я просто пока что не... А, вот, наверное, вперед. Да. Поступать. Вперед. Вот. Тут, само собой, можно еще кучу всего сделать. Донастроить. Но я пока что просто у меня в голову не пошел, что еще можно сделать. Поэтому как есть, так есть. В общем, дальше, следующий момент. Это... Мне надо, единственное, что разобраться, как это все дело... Как это все дело поделиться. Потому что это тоже очень важная вещь. Ну, как скачивать я уже показал. Поэтому, как делиться, это я уже, наверное, без записи разберусь, чтобы ваше время не затягивали. Потому что и так уже длительное видео получилось. Главное, что все это работает. Главное, что здесь не нужно, вот, как я сказал, с движком Windows мучиться. И главное, что, в принципе, довольно хорошее качество распознать. Поэтому, кому интересно, кого заинтересовало, все ссылки будут в описании. Как работает, как скачивать, и все, в принципе, сами разберетесь. Это несложно. Ну, и, в принципе, все, что вам нужно знать, это нужно, что вам просто установить, запустить программу, включить, ну, точнее, создать свои команды или же скачать готовые. И, собственно, отключить. Главное, чтобы тут не стояла вот эта кнопочка. То есть вот так, чтобы было. А так это блокировано. В общем, ладно, ребята. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. И всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok